Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для папы-мам на Детском радио. Добрый вечер, уважаемые родители наших маленьких слушателей. В эфире Детского радио программа для вас и я, ее ведущая Елена Самойлова. Вчера мы начали разговор о детской лжи и шалостях. Сегодня мы его продолжим, поэтому я очень надеюсь, что сами шалуны и фантазеры уже отправились спать и теоретическую часть не услышат. А речь пойдет о том, где границы дозволенного в шалостях. Можно ли воспитать в ребенке усидчивость и зачем нужен фантазийный мир? Напомню, выяснять все это мы будем вместе с нашим экспертом. Это Александр Ильич Савенков, психолог и педагог, один из лучших специалистов в области диагностики и развития детской одаренности, создатель научной школы психологии одаренности и творчества, доктор психологических и педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Образования. Александр Ильич, добрый вечер. Добрый вечер. Каждый родитель желает знать. Вчера мы с вами начали разговор о шалостях. Поговорили о том, что это совершенно необходимая история для того, чтобы ребенок рос любознательным, для того, чтобы он рос социализированным. А где границы-то вот этой вот самой шалости, где границы дозволенного? Что можно позволить, а что нет? Где шалость, которая во благо, а где шалость, которая может перерасти уже в хулиганство, которая может, ну, в общем, привести к какой-то беде? Вы знаете, при построении педагогических систем многие педагоги сталкивались с тем, что воспитание – это результат сочетания, вот, нахождения какой-то тонкой грани между какими-то разрушительными и очень позитивными делами. То есть нет здесь строгих правил? Строгих правил здесь нет. Это всегда ориентировано на интуицию родителей. Насколько он деликатен, насколько он позволяет отпустить ребенка. Вот иногда это надо сделать. И насколько он требователен, с другой стороны. Вот тут всегда есть какая-то грань. Вот когда-то раньше мы с вами говорили о таком качестве, как перфекционизм. Раньше это слово использовалось только в специальных учебниках по психологии и психиатрии. И многие психиатры и психологи рассматривали его как негативное свойство. Теперь мы часто слышим его в средствах массовой коммуникации. Как положительное качество. И оно приобрет позитивную окраску. Напомним, что перфекционизм – это стремление доводить продукты своей деятельности до соответствия с самым высоким эталоном. И если родители требовательны, педагоги требовательны, то есть вся среда выставляет ребенку жесткие требования, то у него в результате формируются внутренние требования. И тоже жесткие. Это замечательно. Это прекрасное качество. Но, как мы понимаем, и психиатры нам об этом постоянно напоминают, перфекционизм, то есть вот это стремление доводить продукты своей деятельности до совершенства, это прямая дорожка к неврозам и психозам, с одной стороны. Но, с другой стороны, это ведь очень ценное качество личности. При этом, если требования наши жесткие, если мы ребенка держим на коротком поводке и даем ему шалить, у нас обязательно пострадает креативность. Вот для того, чтобы он вырос творческим, смелым, предприимчивым, чтобы его поисковая активность природная, она витальна, задана нам. Вот этот исследовательский рефлекс, который описал Павлов и называл его рефлексом «Что такое?», он дарован нам природой. Но если его постоянно купировать, вот эти движения ребенка, не давать ему шалить, как мы говорим, то мы, безусловно, ударим по креативности. И что лучше, что хуже. И вот здесь надо найти где-то грань между чистотой, порядком и будущим перфекционизмом и вот этими разбросанными игрушками неприбранной комнаты и возможностью делать какие-то вещи, которые сам от себя не ожидаешь. То, что может вырасти из творческого беспорядка. Да. Вот все-таки жесткие нормы и строгий порядок – это не то, что стимулирует креативность. Поэтому шалость нужна еще и с этой точки зрения. Но вот смотрите, если мы будем разрешать ребенку все время шалить, не доводить до конца, то есть отрицать перфекционизм, то не получится ли, что мы вырастим человека, который будет бросаться в самые разные сферы, ничего не доводить до конца и ничего у него не получится. Такая ситуация вполне реальна. И в жизни случается. А для того, чтобы этого не произошло, у родителей должна быть практически зверинная интуиция, где заканчивается требование и где начинается простор для собственных действий. Всегда это очень трудно определить. Но, как мы знаем, большинство из нас – родители и педагогов, и детских психологов – постоянно отсылаются в своем уже воспитательном опыте к тому, что было с ними в детстве, к тому, как обучали и воспитывали их. И пытаются воспроизводить вот эти модели. Поэтому тут надо понимать, мы не только формируем у ребенка, вот, собственно, его качество, мы еще задаем ему модель, по которой он будет воспитывать своих детей в будущем. То есть наша ответственность умножается. Это становится сложнее и более ответственным. Знаете, у меня какой вопрос возник. Вот смотрите, креативность – это, наверное, большинству детей не занимать. Они готовы выкрасить ладошки краской, и оставлять следы на обоих, делать из пластилина какие-то самые невероятные вещи. А вот можно ли воспитать в ребенке усидчивость, если он не усидчив от природы? Вот такой попрыгун. Усидчивость можно воспитать? Ну вот давайте поговорим об усидчивости. В психологии… Она совместима с шалостью? Вероятно, да. Сейчас мы это все совместим. Вот смотрите, есть такое качество, как концентрация внимания. И некоторые педагоги или родители, рассказывая своему ребенку, говорят, ну вот он умный, хороший, но невнимательный. Он что-то пропускает мимо ушей, и вот надо бы с вниманием поработать. Ну вот давайте соберем какие-то задачки на внимание и потренируем внимание. Ну вот это наивный способ решения проблемы. Ничего таким образом не решишь. Или вот другая ситуация, может быть, более понятная. Представляете, вот первый класс или второй класс, сидят детки в классе и работают. Учитель дает им задания, и они работают. И вдруг кто-то из детей выключился из процесса. Он стал крутиться, ронять ручку, карандаш под парту, отвлекать других детей. Что делать учителю? Учитель его дисциплинирует. Встань, сядь, перекрати. Ну и так далее. Все, он, может быть, на какое-то время затих, потом опять. Что произошло? Тут мы должны понимать, что внимание – это индикатор. Индикатор того, как работает мышление. Если мышление ребенка развито и работает результативно, он может долго углубляться в предмет своих занятий. Если же он, мозг ощущает перегрузку, мышление работать не может, все внимание должно переключиться. И оно переключается автоматически. Вот у взрослых это работает немножко иначе. Многие из нас готовились к экзаменам, но все, наверное. И у каждого бывала такая ситуация, когда ты читаешь текст и вдруг в какой-то момент понимаешь, что глаза бегают по строчкам, а смысл уже не усваивается. Мы встряхиваемся, выпиваем чашку кофе, отдыхаем, делаем какие-то другие процедуры и продолжаем работать. Ребенок устроен иначе. Природа ему дала вот этот механизм отключения. Не может углубиться. Предмет устал. Все, у него наступил предел. Мозг не будет себя разрушать. Интеллект не будет сильно перегружаться. Он переключится и будет всем мешать. И вот тут возвращаемся к классноурочной системе, которой сказали раньше. Как говорил ее создатель еще 450 лет тому назад, Яна Москаминский, она создана, чтобы сдерживать ретивых и подгонять вялых. То есть она все-таки ориентирована на некоторое выравнивание. Это и хорошо, и плохо, но оставим это в покое. Вот когда родители беспокоятся по поводу неусидчивости ребенка, по поводу дефицита, явно выраженного или скрытого дефицита внимания, это как раз проблема не с вниманием, а проблема с функционированием высших психических функций. Это серьезная проблема. Это проблема уже у ребенка? Или он может ее перерасти? В зависимости от степени выраженности. Вот если говорить о тяжелых случаях, которые обозначаются вот такой странной аббревиатурой СДВГ, то есть синдром дефицита внимания... Но эту аббревиатуру сейчас, мне кажется, слишком часто применяют или нет? Слишком часто там есть, наверное, и спекулятивный момент, когда люди хотят вот таким образом и себя защитить. Ну вот, да, ребенок с СДВГ, ну что я тут сделаю? Часто речь идет просто о педагогической запущенности, и никакого синдрома дефицита внимания там нет. Ну, это вот уже разные жизненные ситуации. Как видим, родители тоже шалят и хулиганят таким образом. Ну и педагоги тоже, чтобы как-то прикрыться, да, он у вас вот такой, что я тут сделаю? И вот если говорить о гиперактивности и дефиците внимания, то вот когда действительно наблюдается эта патология, она диагностирована, отслеживается, там получается так, что она сама собой, вот эта беда, уходит где-то в возрасте 20-21 года. А до этого ребенок вот какой-то весь такой. Это связано с особенностями развития мозга? Да, это связано с какими-то биологическими вещами и детально это не изучено. Причина этого пока непонятна. Это бывает и у мальчиков, и у девочек. Ну, у мальчиков, по-моему, выражено поярче. И все бы ничего, но ушло в 20 лет. Вот мы понимаем, в 20 лет этого не будет. Потерпим 20 лет. Много, конечно, но можно потерпеть. Но как раз в этот период происходит интенсивное обучение, интенсивная социализация ребенка. И то, что будет потеряно в это время, потом не вернешь. Вот когда их впоследствии отсматривали, их биографии, их достижения, выяснялось, что они, как правило, очень много теряли в плане образования. Они нечасто получают высшее образование вот всего этих своих особенностей, потому что оказываются неуспешны в учебе. Раз я неуспешен, лучше мне найти что-то другое, то есть опять переключиться, куда-то уйти, чем-то другим заняться. Ну, а в более солидном возрасте они становятся такими же, как все, немобильными, может быть, немножко ленивыми. Слегка ленивыми. Да. Вот мы с вами начали говорить о границах. И определение этих границ, оно, конечно, связано с целым рядом сложностей. Вот хорошо бы так взять книжку и прописать в ней, что убегать от мамы или уезжать на самокате, можно на расстоянии там 23 метра 50 сантиметров. Вот 24 метра уже нельзя. И желательно, чтобы не было дороги с активным движением. Да. Но ведь это же невозможно. И эти границы прописать нельзя. У нас для взрослых есть уголовный кодекс, там написано, чего делать нельзя. Для детей этот кодекс не прописан, но интуитивно он существует. Что вот драться нехорошо, но иногда случается. Что нарушать требования родителей нехорошо, но вот тоже иногда приходится. Иногда хочется попрыгать по батуту, а иногда, когда батута нет, изобразить по дивану, по кровати. И, знаете, порой родители искренне не понимают, ну зачем тебе прыгать? Ну вот я же не хочу прыгать по кровати, а ребенок не может не прыгать. Одна дама рассказывала, как она вспоминала свое детство, и как она, будучи маленькой девочкой, шла со своей бабушкой куда-то. Вот они шли по дороге, и я говорю, все время прыгаю, прыгаю, а бабушка мне говорит, Наташа, не прыгай, Наташа, не прыгай. А я думаю, ну как же можно не прыгать? Понимаете, это ребенок, ему нужно тратить энергию, у него ее много, значительно больше, чем у бабушки, и отсюда и рождаются шалости, и вот это желание неуемно исследовать окружающий мир тоже вот так воплощается через шалости. Ну, про границы мы поняли, здесь родители определяют интуитивно, и это для них очень сложная и важная задача. Манипуляция, шалость и манипуляция, где здесь лежит граница? Он сейчас шалит или он сейчас находит поле для манипуляции собственными родителями? Вот уже, знаете, слово манипуляция, это из другого блока психологических проблем. Тут мы должны вспомнить такое интересное явление, как детская ложь. Если шалость это термин не прописавшийся в психологических и педагогических книжках, это вот мы сейчас с вами сделали такой экспромт, поговорили об этом явлении, вот оно есть, есть прям нарушение поведения, а есть шалость, вот такое легкое нарушение, которое необходимо ребенку для освоения окружающего мира. То есть человек в принципе может вырасти креативным только в том случае, если он в детстве шалил. Если ребенок в детстве не шалит, он вырастет некреативным. Если ребенку не позволять шалить, он лишится многого из того, что положено ему получить в детстве. Пострадает его креативность, пострадает его социальный и эмоциональный интеллект, пострадает его когнитивная сфера. Ребенку нужно позволять делать больше, чем мы можем ему позволить. Мы боимся за него и должны бояться, а он все-таки должен иметь возможность для действий изучающих границы дозволенного. Иногда на некоторые шалости нужно закрывать глаза. Если ваш ребенок не шалит, он болен. Так, а шалить вместе с ним? Шалить вместе с ним это здорово, но для этого надо быть Карлсоном. Помните, как в этом замечательном мультфильме папа с мамой были серьезные и шалости для них были совершенно невозможным. но у него был Карлсон, а давай пошалим. И вот мы устраиваем подушечный бой, лезем на крышу, делаем еще какие-то вещи, и родители вызывают пожарных или МЧС, и они снимают малыша с крыши. Ему говорят, что нельзя шалить. Вот так мальчику очень нужен вот этот опыт. Залезть на дерево, залезть на крышу. На крышу может и надо. А может быть и надо. Знаете, вот есть такая поговорка, что мужчины это выросшие мальчики, не погибшие. Кстати, многие мои, например, знакомые, когда анализируют свое прошлое, удивляются. Говорят, как я выжил? Вот мы делали такие вещи в детстве, прыгали откуда-то, что-то поджигали, чего-то взрывали. Вот сейчас мы говорим совсем крамольные вещи. Но, понимаете, вот жизнь ребенка, она не может жестко регулироваться. Вернее, может, но ничего хорошего потом из этого тоже не получается. Степень свободы должна быть больше. Чем у нынешних детей? Чем у нынешних детей, так совершенно точно. Но как избавить родителей от тревожности? Средства массовой коммуникации постоянно нагнетают это. И родители вот в этих настоящих и мнимых опасностях порой теряют ориентиры. Ложь можно считать разновидностью шалости? Я думаю, да. Хотя это все-таки немного другой предмет изучения и предмет интересной множеству профессиональных психологов. Существует довольно много исследований. Давайте рассмотрим, что там получается. скажу, что само по себе слово ложь воспринимается нами как что-то негативное. Вот что-то такое, что надо пресекать. Но давайте обратимся к нашей взрослой жизни. Всегда ли мы говорим правду и только правду? И что будет, если это делать? Такие люди, вот есть такие люди, которые избирают вот эту поведенческую модель и число их врагов постоянно множится, они порой не понимают, что происходит, а между тем в жизни нужна некоторая гибкость и ложь существует с нами всегда на протяжении веков. Это необходимая часть наших социальных отношений. Если мы обратимся к более древним способам и к той же нашей биологии, то что мы увидим? В животном мире и в мире растительном Ложь тоже есть. Да, различные варианты обманных действий и лжи просто цветут пышным цветом. Жертва пытается обмануть хищника, меняя окраску, маскируя, зарываясь куда-то. Хищник постоянно изобретает свои средства обмана жертвы. Цветы расцветают и таким образом сигнализируют насекомым, что их можно опылять. В то же время есть цветы, которые обманывают, вернее, живые существа, которые маскируются под цветы или под растения, чтобы обмануть свою жертву. Ну, или собака, которая, например, если у нее была поранена лапка, и ее кто-то пожалел, то в следующий раз, когда ей нужно будет, чтобы к ней отнеслись по-особенному, она тоже будет хромать. Это, кстати, часто встречающаяся история. Да. В природном мире, в природе обман укоренился, и это необходимая часть вот этой природной жизни. И у человека это тоже испокон веков развивалось и формировалось в течение миллионов лет, тысячелетий, ну, а сейчас целиком ушло в социальную сферу. И мы не задумываемся об этом, но насколько бы стала некомфортной наша жизнь, если бы мы говорили правду и только правду. Ну, вот, например, человек благодарит дарителя за совершенно ненужный подарок, подаренный ему на день рождения. Таким образом, он стирает вот эту негативную ситуацию, которая могла бы жить, не обижает этого человека, благодарит его, и социальные отношения дальше выравниваются, и все продолжается хорошо и позитивно. Но если сказать, зачем ты мне подарил эту ерунду, мне это не надо, ну, это, в общем, ведет человека в какой-то психологический тупик, сделает ситуацию неудобной и разрушит вот это нормальное естественное общение. Или, например, мужчина делает женщине комплименты. Даже если она понимает, что они не совсем заслужены, это повышает ее самооценку, уверенность в себе, и заражает вот каким-то позитивом. Вот в жизни этого много, и часто ложь, она бывает ложью во благо. С детской ложью, конечно, все немножечко не так. Детская ложь появляется где-то примерно в возрасте двух лет, у ребенка появляется символическое мышление. Это когда диван может стать пароходом, когда из стола со скатертью можно сделать домик и там уютно устроиться. А можно пещеру? Можно пещеру и много всяких других вещей. Когда появляется замещение предмета, вот мы-то стараемся дать ребенку игрушку, вот ты хочешь поиграть в дочке-матери, вот тебе куколка-дочка, а тут, вот понимаете, для нее, девочки, этой дочкой может быть совсем какой-то непонятный предмет, это и не важно. Вот его функции можно перенести на этот предмет и, пожалуйста, все пойдет как надо. Вот появляется символическое мышление, а собственно ложь, вот в том виде, в котором ее фиксируют в психологических исследованиях, это уже время, когда сформированы вербальные способности, когда ребенок уверенно говорит, это вот три-четыре года, и вот тут он понимает, что с помощью лжи можно сделать свою жизнь немного комфортнее. Вот как вы рассказывали про собачку с больной лапкой, так и у ребенка, вот он накапливает этот опыт и понимает, что в какой-то момент он может чуть-чуть кого-то обмануть, и все у него дальше будет хорошо. И вот тут мы вплотную подходим к проблеме причин детской лжи. Вот почему дети лгут? Дети лгут по тому же, почему и взрослые. Причины примерно одинаковые. Там только, может быть, одна добавляется, которую взрослых обычно нет, чтобы быть как-то вот социально приемлемым, чтобы не разрушить вот какой-то нормальный ход социального общения, чтобы добиться каких-то преимуществ во взаимодействии с людьми, чтобы добиться каких-то других возможностей. Ну вот, в основном вот такие причины. Но у ребенка еще что важно, детская ложь, она стимулируется вот этим богатым воображением. И ребенок живет и в реальном, и в вымышленном мире. То есть он иногда и не врет вовсе? Он иногда и не врет, он так его воспринимает. Для него вот этот мир состоит из вот этого придуманного фантазийного и из реального мира. Взрослый живет в реальном мире, фантазийный мир для него не существует. Каждый родитель желает знать. Друзья, на этом время нашей программы подходит к концу. Напомню, у нас в гостях был Александр Ильич Савенков, психолог, педагог, один из лучших специалистов в области диагностики и развития детской одаренности, доктор психологических и педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Образования. Завтра мы встретимся снова и продолжим разговор. Подробно обсудим, какие детские фантазии являются нормой, а какие должны вызвать у родителей тревогу. А также узнаем, почему ребенка необходима вера в Деда Мороза и можно ли пугать детей бабайкой. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. До встречи. Всем хорошего вечера. Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.